В треугольнике АВЦ высота АН равная 42, а сторона АВ будет равна 70. Нас просят найти косинус угла В. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас предлагается. Итак, острый угольный треугольник АВЦ. Высота АН 42. Сторона АВ у нас с вами известна 70. И так как у нас с вами задается АН высота, значит можно рассмотреть прямоугольный треугольник PH. Прямым углом в вершине, в превершении точки АВЦ. Значит, нас просят найти косинус угла В. Мы с вами помним, что такое косинус. Косинусом острого угла. У нас уже сказано, что треугольник острого угла. Косинусом острого угла прямоугольного треугольника. Мы с вами берем прямоугольный треугольник. Называется отношение прилежащего катета, в данном случае, BH. Гипотенузе, то есть ОВ. Чтобы найти косинус данного угла, нас интересует именно катет BH. Но в силу того, что в данном прямоугольном треугольнике известны гипотенуза и второй катет, естественно, по теореме Пифагора, мы с вами можем отыскать длину второго катета. Итак, по теореме Пифагора, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. 70 в квадрате получаем 4900 равно 42 в квадрате. Ребята, у нас есть с вами таблица квадратов. Воспользуемся, находим в результате, получаем число 1764. плюс BH квадрат. Ну и отсюда мы с вами находим BH квадрат 4900 минус 1764. И по таблице квадратов, после того, как найдем равность, мы выходим на число 56. Теперь легко можем посчитать косинус угла В. BH у нас посчитали. Теперь составляет 56. Записали. И по нашей формуле еще нужно поставить значение для гипотенуза АВ. АВ это 70. Данную дробь можно сократить на 7. Получаем 8 десятых. И переводим в десятичную дробь. Как читаем, так и пишем. 8 десятых. Получили ответ. Следующая задача из каталога 15. Следующая задача номер 3. Четырехугольник АВ, СД вписан в окружность. Сразу вспоминаем условие. Раз четырехугольник вписан, значит у нас получаются вписанные углы. Возможно нам понадобится свойство именно противоположных углов. Может быть свойство вписанных углов, которые опираются на одну и ту же дуку. Сейчас будем на это обращать внимание. Самый главный четырехугольник вписан в окружность. Дальше. В условии задачи угол АВД составляет 82 градуса. Угол САД составляет 28 градусов. Нас просят найти угол АВС и ответ дать в градусах. Итак, смотрим. Угол АВС. Теперь обращаем внимание, что угол АВС состоит из суммы двух углов. Первый угол АВД. Его градусные меры известны 82 градуса. И плюс второй угол СБД. И угол СБД. Что у нас в результате получается? Вместо угла АВД вставляем значение 82 градуса. Плюс. А вот для угла СБД обратим внимание. У нас угол СБД вписанный и опирается на дугу СД. Вот наша дуга СД. Но в силу того, что угол СБД будет вписан на дуге СД, то на эту дугу СД опирается еще один угол. САД. Значит, делаем вывод. У нас есть два вписанных угла, которые опираются на одну и ту же дугу. Значит, их градусные меры будут одинаковыми. Итак, угол СБД вписанный, который опирается на дугу СД. И также есть угол САД. Он тоже будет являться вписанным и тоже опирается на дугу СД. Значит, делаем вывод. Эти два вписанных угла будут между собой равны дуга СД. Значит, в силу того, что угол САД имеет градусный меры 28 градусов, то и угол СБД тоже будет 28 градусов иметь. В результате мы с вами получаем весь угол АВС до 10 градусов. Единицы измерения мы с вами не записываем бланк ответов. Не забудьте, ребят, обращать всегда внимание на образец, который предлагается для запрещения бланк ответов номер 1. Там никаких градусных мер. Так, следующий номер 4. В четвертом номере в треугольнике вершины АВ для острых углов. И теперь рассуждаем. Тангенс угла А 9 сороковых. По условию задачи АС у нас известно будет равно 20. Нас просят найти АВ. Но в силу того, что у нас по определению тангенс это отношение противолежащего катета к прилежащему катету, то мы с вами можем из последнего из последнего получается равенства выделить пропорцию, которую можем решить. Итак, получаем 9 сороковых равно ВС, который будет делиться на АС, то есть на 20. Итак, с помощью пропорции выходим на длину отрезка ВС. Для этого мы с вами 20 умножаем на 9 и делим на 40. Тут у нас получается произведение крайних и произведение средних. Так, сокращаем данную дробь на 20. Получаем ВС равно 9 вторых. Значит, осталось найти значение 9 вторых. значение гипотенузы. Ну, а как мы с вами найдем гипотенузу, если есть два катета? Естественно, через теоретику. Итак, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов квадратов. Получаем АВ в квадрате равно 20 в квадрате 400 400 плюс 9 вторых в квадрате 81 четвертая приводим к общему знаменателю. Приводим к общему знаменателю. У нас с вами получается 4 на 4 16 АВ в квадрате равно 1681 в числите и в знаменателе 4. Ну, а теперь находим значение АВ. Корень квадратный очень понятно подключил АВ равно Итак, корень квадратный из числа 1681 находим 1681 получаем число 41 ну, а в знаменателе корень из 4 получаем двойку 40 пополам получаем 20 и остается одна вторая то есть половина 20,5 длина гипотеноза в этой задаче. Так, следующие, ребята, у нас с вами пятая задача из каталога 15, которую я вам предлагаю на сегодняшнее занятие. Это достаточно распространенная задача. И условие следующее. Писектриса угла А параллограмма АВЦД пересекает сторону ВЦ в точке К. Нас просят найти периметр параллограммы. Если ВК 1,6 и СК 1,10 Показали. Ну а теперь посмотрите какая у нас с вами ситуация получается. Нас нас просят найти периметр параллограммы. Значит, нам нужно найти сумму длины всех сторон. Периметр ВЦД параллограмм противоположные стороны равны. Значит, ВЦ равны 6 плюс 10 16 будет также длиной из стороны ВД. В этом никаких проблем нет. Теперь давайте обратим внимание на то, что у нас задается бисектриса. И раз бисектриса, значит, у нас получаются одинаковые углы БАК и ДАК. Угол Б и угол ДАК. Это по условию задачи. Так, а теперь следующая ситуация. По условию у нас с вами параллограмма основная фигура. Раз параллограмм, то по определению это четырехугольник, в котором противоположные стороны значит, при параллельных прямых ВЦ АД и секущей УК мы с вами находим накрест лежащие углы. Раз и два. Значит, делаем вывод. Есть первый угол БК и второй угол КАД, которые будут являться накрест лежащими углами. При параллельных прямых БЦ и АД и секущей АК. А при параллельных прямых у нас всегда накрест лежащие углы равны. Ребята, посмотрите, какая ситуация. Мы с вами углом БК попадаем в треугольник БК Ру. В этом треугольнике углы при основании АК равны, значит, мы с вами попадаем в треугольник равнобедренный. Итак, рассматриваем треугольник АБК, в котором при основании АК углы равны, значит, делаем вывод, сторона АБ и сторона БК между собой будут одинаковыми. Ну и следовательно, длина будет равна страны АБ 6. Следующий момент. Опять-таки, по свойству параллограмма противоположные стороны параллограмма АБ и СД тоже между сторонами будут другими, точно так же, как ВС и АД, но в данном случае АБ и СД будет равна по 6. Теперь собираем периметр параллограммы АБ СД. Итак, АБ у нас по расчету будет равна 6, ПС по расчету 16, следующая сторона СД 6 и последняя сторона АД 16. 6 плюс 16 22 и плюс 2 9 получили 44. Задача решена. Следующие задания, которые я предлагаю, они будут на повторение из каталога задачи номер 16. В основном здесь работа идет с окружностью. Итак, повторение задач каталога номер 16. Ребята, запишите, пожалуйста. Основные 5 задач мы с вами рассматриваем. Итак, задачи следующего вида. в угол величиной 115 градусов вписана окружность, в угол величиной 115 градусов вписана окружность, которая касается сторон угла в точках А и В. точка О центра окружности нас просят найти угол А и В. И ответ дать в градусах. В силу того, что у нас уже есть подсказка, то, что у нас задаются касательные в точках А и В, мы с вами помним. Раз задается касательные, значит, касательные АС с радиусом данной окружности будут взаимно перпендикулярны. И вторая касательная ВС с радиусом окружности в точке косой, в этом случае будет в точке В и радиус ОВ тоже будут взаимно перпендикулярны. А раз мы с вами получаем перпендикуляры, значит, в четырехугольнике А, С, В, О уже есть три угла известных и нужно найти четвертый угол. Все, ребята, задача практически решена. Итак, чтобы найти угол А, У, Б, нужно из суммы углов четырехугольника, то есть из градусной меры 360 градусов, вычесть градусные меры трех углов при вершине А, С и Б, то есть вычитаем 90 градусов, 115 градусов и 90 градусов и осталось посчитать 180 минус 115 65 градусов приходится на угол при вершине О. Так, следующая задача из каталога 16, который нам попалась, задача номер 2. Итак, отрезок А, Б касается окружности радиуса 6 с центром в точке О, окружность пересекает отрезок АО в точке Д, нас просят найти АТ, и теперь мы с вами внимательно смотрим, что в результате получается. И опять-таки ситуация, как в предыдущем примере, у нас задается касательная и радиус окружности в точке касания. Например, касательная АС и радиус АО или касательная ВС и радиус ОБ в точке касания. Мы с вами помним, что касательная и радиус в точке касания перпендикулярны. В нашем случае это касательная АВ и радиус ОБ. АВ касательная радиус ОБ в точке касания взаимно перпендикулярны. Мы с вами получили прямоугольный треугольник. Отлично. Теперь следующий момент. Отрезок АВ, сказанном по условию задачи, равен 8. И касается окружности радиусом равным 6. Теперь внимательно посмотрите на чертеж. У нас точка D лежит на окружности. Так как точка D лежит на окружности, значит отрезок OD – это радиус данной окружности. Радиусы между собой равны, значит и отрезок OD тоже будет равен 6. Делаем вывод. Вот, отрезки OB и OD между собой равны, это радиусы данной окружности, и они равны 6. Нас просят найти длину отрезка AD. Ее обозначаем за х и делаем вывод, что данное значение AD отрезка мы с вами будем рассчитывать как по теореме бифигура из квадрата гипотенузы равной сумме квадратов. Ну, кто-то увидел уже здесь подобие, подобный треугольник для египетского треугольника с сторонами 3, 4, 5. По сути, у нас здесь получается 10 гипотенузы, и х будет равен 4, по сути, это гусная окружность. Но, кто не видит, ребята, в этом случае что мы с вами делаем? Мы с вами говорим, что квадрат гипотенузы, а гипотенуза – это длина отрезка O, будет равен квадрат гипотенузы в сумме квадратов, то есть 6 в квадрате плюс 8 в квадрате. Что такое АО в данном случае? Это сумма радиусы равной 6, и вот как раз неизвестного отрезка D, я его назначила за их. В правой части 6 в квадрате получаем 36, 8 в квадрате получаем 64, и получаем, что 6 плюс х в квадрате будет равен сотни. И делаем вывод. Мы можем с вами работу вести, решая данные дни двумя способами. Первый способ. Мы с вами видим, что число в квадрате, которое нам задает сотню, это либо 10, либо минус 10. Поэтому 6 плюс х будет равен 10, или 6 плюс х будет равно минус 10. Итак, из первого уравнения х будет равен 6, перенесли 4, а из второго уравнения, посмотрите, у нас будет х равен минус 16, но такого быть не может, потому что длина отрезка у нас положительного числа не уделяется. И второй способ. Вторым способом мы должны с вами в левой части уравнения возвести в квадрат сумму, то есть раскрыть квадрат сумму. Получается квадрат первого движения плюс удвоенное произведение первого и второго движения и плюс квадрат второго движения. Сотню мы с вами сможем перенести в левую часть и запишем стандартный вид, в данном случае приведенный в квадрате. плюс 12х минус 64, ну, ну. Но опять-таки мы с вами будем работать либо по дискриминату, либо через теорию Виета, как вам удобно, ребят, ну, например, через дискриминату. Это b-контролент минус 4c, в данном случае плюс 64 будет. Сколько у нас получается? 4 на 4, 16, 24, 4 на 4, 16, 6 пишем 1 в уме, 6 на 4, 24, 25. То есть мы с вами получаем 4 сотни. И находим корни данного уравнения. Это минус b, плюс-минус корень квадратный дискриминант, отделенный на 2. Так, 8, 4 и минус 32. Вам те же самые числа 4 минус 16. Минус 16 подходить не будет. Вот у нас получается два способа решения. Или как я уже сказал. В самом начале вы могли увидеть в дубе треугольников для египетского треугольника. 6 у нас получается 3 на 2. Восьмерка это 4 на 2. Значит, вся гипотеноза у нас получается 5 умноженной на 2. То есть 10. А как мы с вами 10 представляем? 6, естественно, будем прибавлять 4. Вот наши четвертые. Так, следующий номер. В номере 3 из данного каталога содержат условия задачи следующие. Окружность центра в точке О описана около равнобедренного треугольника АВС, в котором АВ равно ВС. И АВС угол равен 5 градусам. Нас просят найти угол ВОС. Итак, начинаем работу. По условию задачи. Окружность центра в точке О описана около равнобедренного треугольника. Мы видим АВ и ВС равны. Значит, углы при основании будут одинаковыми. Дальше угол АВС будет равен 5 градусам. Так. И теперь внимательно посмотрим на вопрос задачи. Нас просят найти угол ВОС. Угол ВОС. Что такое точка О? Точка О – это центр окружности. Значит, угол ВОС. Центральный угол, который опирается на дугу ВС. У нас получается дуга ВС. Видели? Вот это дуга ВС. Угол ВОС. ВОС на дуге ВС. Теперь внимательно посмотрите на ситуацию. На дугу ВС опирается также и вписанный угол ВАС. Угол ВАС – это вписанный угол. И он опирается на ту же самую дугу ВС. Значит, делаю вывод. Угол центральный будет измеряться всей дугой, на которую он опирается. А вписанный угол, по теореме мы с вами знаем, опирающийся на ту же самую дугу, будет измеряться половиной этой дуги. Значит, мы с вами говорим, что угол ВОС будет в два раза больше, чем угол, вписанный ВАС. Так. Теперь наша задача – определить градусную меру угла ВАС. Для этого из треугольника АВС равнобедренного мы с вами находим градусную меру каждого из углов при основании АВС. Так как углы при основании равны. Для этого из суммы углов треугольника 180 градусов мы вычитаем градусную меру при вершине треугольника и делим по полу, чтобы у нас было по одинаковой градусной мере на каждый дугу. Итак, получаем 175 вторых. И теперь наша задача – посчитать градусную меру центрального угла. Нужно 2 умножить на градусную меру угла ВАС. То есть на 175 вторых. Ну а после умножения дробь сокращаем на 2 и остается градусная мера 175 градусов. Получили результат. Вот такая вот несложная задача. Самое главное, ребят, видеть всегда подсказки, которые существуют практически в каждой задачи. Дальше. Следующий номер, который я предлагаю вашему вниманию. Задача номер 4. Центр окружности, описанный около треугольника С, лежит на стороне АВС. Радиус окружности равен 13. Нас просят найти длину отрезка С, если длина отрезка ВС равен на 24. Теперь посмотрите, какая здесь предлагается ситуация. Центр окружности, описанный около треугольника АВС, лежит на стороне АВС. А теперь посмотрите, какая здесь получается ситуация. Раз у нас центр окружности на стороне треугольника, значит, мы с вами получаем угол АОВ центральный, который будет опираться на дугу в 180 градусов. Но на эту дугу в 180 градусов опирается и вписанный угол АЦБ, который считается как половина дуги, на которой он опирается. Только сейчас вспоминали данные теоремы. А раз половина 180 градусов, значит, угол при вершине С будет прямым. Итак, ребят, запишем. У нас в силу того, что по условию задачи центр окружности лежит на стороне АВС, мы с вами получаем угол АОВ центральный, который опирается на дугу АВ, равную 180 градусов. То есть, другими словами, АВ мы с вами получили диаметр. Но по условию задачи треугольника АВС вписанный, значит, угол АЦБ будет называться вписанным. И он тоже опирается на дугу АВ. Как измеряется вписанный угол? Половины этой дуги. А если мы с вами берем половину от 180 градусов, мы с вами выходим на 90 градусов. Следовательно, треугольник АВС прямоугольный. А раз треугольник прямоугольный, мы с вами можем применить к расчету теорему Пифрукора. В условии задачи ВС у нас будет равно 24. Радиус окружности равен 13. Значит, отрезок ОА и ОВ будет равен по 13. Тяга гипотенуза АВ будет равна 26. Получаем, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов. Мы считаем. 26 в квадрате минус 24 в квадрате. Вот здесь 26 в квадрате 676 минус 24 в квадрате 576. Мы с вами получаем сотню. Значит, АС в квадрате 200. Значит, длина этого второго будет на 10. Получили результат. Следующая задача, на которую мы с вами обращаем внимание из каталога 16, это пятая задача. К окружности с центра в точке О проведена касательная АВ и секущая АО. Нас просят найти радиус окружности, если АВ 48, АО 50. Ну, сейчас я немножечко поделюсь. Чтобы было удобнее работы вести. Вот так. Итак, что у нас, ребят, получается? К окружности с центром в точке О проведена касательная. И опять-таки, посмотрите, что мы с вами можем предпринять. У нас есть центр окружности, есть точка касания. Значит, если мы с вами сейчас соединим точку центра окружности с точкой касания данной окружности, мы с вами получаем радиус и касательные в точке касания по теореме, которые будут перпендикулярны. Опять получаем прямоугольный треугольник. Теперь в следующий момент. Нас просят найти радиус окружности, то есть отрезок ОВ. Если АВ отрезок будет равен за 7, и отрезок О будет равен 50. И опять используем теоремию футбол. Водра гипотенузы равен сумме квадратов. В этом случае мы можем с вами каким образом еще раз воспользоваться ситуацией. Ребят, посмотрите еще один способ рассуждения. Столку 8 в квадрате я не буду возводить, а просто перенесу из правой части в левую часть и рассмотрю как разность квадратов. Давайте попробуем вспомнить еще раз формулу. Что значит разность квадратов? Это произведение от разности данных чисел на их сумму. Итак, в первых скобках 50 минус 48 получили 2, во вторых скобках 50 плюс 48 получили 98. Ревно х квадратов. 98 мы умножаем на 2, получаем 196. Ну а х квадрат у нас будет равен 196. Естественно, мы с вами будем извлекать, получаем 14. Можно таким образом. У нас будет равен 14. Получили результат. Следующий каталог задач, ребят, который мы с вами будем отрабатывать, это каталог задач номер 17. Запишите, пожалуйста. Каталог задач номер 17. И первый номер, который я вам придумала, задачи достаточно распространены. Она встречается не только в первой части, но и подобные задачи встречаются во второй части. 23, да, 23 номер можно встретить. Так, и нам предлагается параллелограмм. Площадь параллелограммы ABCD равна 28. Точка Е середина АВ. Нас просят найти площадь трапеции АЕСД. И действительно данный четырехугольник ЕСД будет являться трапецией. Почему? Потому что по условию у нас с вами начальная фигура параллелограмм. А раз параллелограмм, то противоположные стороны попарно параллельны. То есть АВ и СД параллельны. В данном случае ЕС и Д для трапеции будут не параллельны. То есть основные АЕ и СД для трапеции уже выделены. И то есть что нам предлагается? Чуть-чуть побольше возьму. Вот что нам предлагается. Нам предлагается параллелограмм. Мы с вами прекрасно понимаем, что в параллелограмме есть свойства, противоположные стороны равны. Но если у вас на стороне АВ взяли точку Е, середину стороны В, возьмите точно такую же точку, пускай будет только Ф, которая будет являться самой главной серединой стороны СД. У нас АВ и СД равны стороны. Значит, отрезки АЕ, ВЕ, СФ и ДФ тоже будут между собой равны. Так как точка Ф это середина отрезка СД, который в свою очередь равен отрезку В. А теперь, ребят, нам ничто не мешает провести прямую, которая соединяет эти две точки Е и Ф. Дальше смотрим. Мы с вами получили два четырехугольника. АЕФД и БЕФЦ. Эти два четырехугольника будут называться параллелограммами. Мало того, они эти два параллелограмма будут одинаковыми. В верхнем параллелограмме проведена диагональ ЕС. Нам не мешает ничего провести точно такую же диагональ в нижнем параллелограмме. И теперь посмотрите на ситуацию, которую сейчас мы с вами получили. Мы получили один, два, три, четыре одинаковых треугольников. А раз мы с вами получаем четыре одинаковых треугольника, то тогда площадь каждого треугольника, например, А, Д, Ф, мы с вами можем найти, как двадцать восемь разделить на четыре. То есть получаем семь. Но нас просят найти площадь трапеции. Трапецию, ну давайте возьмем бирюзовый цвет. Площадь трапеции у нас с вами состоит из один, два, трех треугольников. Значит, чтобы найти площадь трапеции А, Е, С, Д, нам нужно семь умножить на три. Площадь одного треугольника взять и умножить на три. То есть взять три таких площади. Получаем двадцать. Вот, собственно говоря, и все. Таким образом легко решается задача удобного пыта. Я прекрасно понимаю, что здесь можно работу вести через формулы, то есть из вершины Е опускать высоту, выходить на площадь параллограммы и площадь трапеции. Давайте посмотрим вот этот цвет. Что нам предлагают? Сделаем еще разочек. Так. Таким образом. Ну. Вот так. Итак. В параллограмме А, Б, С, Д у нас известна площадь. А раз известна площадь, значит, мы с вами можем использовать формулу нахождения площади параллограммы. Это основание, умноженное на высоту, приведенное к этому основанию. В силу того, что нам, естественно, выгодно рассматривать трапецию А, Е, С, Д, смотреть на основание С, Д. Именно к этому основанию С, Д опускать высоту. Ну, теперь смотрим. Ну, возьмем, например, точку В. Входим в высоту. Из вершины В впустили высоту на основание. Пусть будет Б, А, Ж. Значит, у нас с вами получается площадь параллограммы А, Б, С, Д равной 28. Для этого нам нужно Б, А, Ж, С, Д. Теперь следующий момент. Теперь следующий момент. Нас интересует именно трапеция. А, Е, С, Д. Из вершины Е опускаем высоту. Пусть это будет и высота. Е, Ф. И мы с вами видим, что Е, Ф и Б, А, Ж между собой равны. Так как Б, А, Ж перпендикулярно к стороне С, Д и Е, Ф перпендикулярно к стороне С, Д, то в данном случае Б, А, Ж и Е, Ф равны. Теперь как найти площадь трапеции? Площадь трапеции будет равна полусумма оснований умноженной на высоту. Вот у нас получается площадь трапеции. А плюс Б умножить на А, Ж. В нашем случае нижнее основание для трапеции это отрезок С, Д. Верхнее основание для трапеции это А, Е, справедливо между собой. Дальше К, П, и умножаем до высоты. Высота в этом случае будет Е, Ф. Дальше С, Д у нас с вами фигурирует в площади параллограмм. Оставляем безыскать Е. А вот теперь посмотрим, что такое А, Е. Ведь отрезок А, Е это половина отрезка А, Б. Но в силу того, что А, Б и С, Д равны, значит вместо А, Е мы с вами можем показать половина С, Д. Ну или половина А, Б, половина С, Д. Это одно и то же. Дальше переписываем. И умножаем на Е, Ф. В данном случае Е, Ф и Б, Х равны. Итак, продолжаем работать. В числителе С, Д плюс половина С, Д. Это будет полтора С, Д. То есть три вторых. Три вторых, С, Д мы делим по полной, получаем три четвертых, С, Д. Который умножается на Б, Х. А что такое С, Д умноженный на Б, Х? Это как раз площадь параллограммы. И эта площадь равна 28. То есть нам нужно три четвертых умножить на 28. Другими словами. Три умножим на 28 разделить на 4. Но опять считаем после сокращения дроби. 7 на 3, 21. Каким способом решать? Ребята, выбирать только в углу. Я вам предлагаю минимум. Мне, конечно, первый способ больше нравится. Почему? Потому что здесь ярко бросается в углу. Следующая задача номер 2. Другая задача номер 17. В номере 2. Высота равнобедренной трапеции, проведенной в вершину С, делит основание А, Д на отрезки длиной 1 и 6. Нас просят найти длину основания П, С. Ну, теперь давайте посмотрим, как у нас здесь развивается ситуация. Это высота равнобедренной трапеции. А раз трапеция равнобедренная, значит, у нас с вами получаются углы при основании ровни. Дальше. Делит основание А, Д на отрезки единицы и 6. Естественно, у нас получается, больший отрезок будет равен 6, а меньший отрезок будет равен единице. Пускай у нас в основании высоты лежит точка H. Точно такую же высоту мы проводим из вершины B. Из вершины B. Например, получаем BF. Мы с вами о чем говорим? Мы с вами говорим о том, что треугольник А, B, F будет равен треугольнику С, Д, H. У нас с вами получается гипотенуза одинаковая и острый угол по гипотенузе и острому углу. А раз треугольники равны, значит, отрезки А, F и Д, H будут равны. По условию задачи отрезок Д, H будет равен единице, значит, на отрезок А, F тоже будет приходиться единичка. Значит, на отрезок F, H значит, на отрезок F, H будет приходиться 6 минус 1, 5 единичных отрезков. Но в силу того, что у нас с вами F, H и B, C получились одинаковыми, значит, верхнее основание будет равно 5. Задача решена, ребята. Ответ будет 5. Следующий номер 3. В номере 3 задаются условия задачи следующего характера. Нас просят найти площадь квадрата, описанного около окружности радиуса 60. Вроде, кажется, мало что известно. С одной стороны, а с другой стороны, ребят, нам задается квадрат. А раз квадрат, то все стороны квадрата равны. Теперь посмотрите, какая ситуация. Мы с вами проведем диаметры окружности. И теперь посмотрите, раз диаметр окружности мы с вами провели, то сравнивая со стороной, мы с вами делаем вывод, все стороны равны, что диаметр и длина стороны – это одна и та же длина. Значит, делаем вывод. В силу того, что у нас задается окружность радиуса 16, то тогда делаем свой вывод. Так, радиус вписанной окружности, значит, r мода. Радиус 16. То тогда делаем вывод, что диаметр данной окружности и сторона, которая между собой с диаметром лены, будут равны 16 умножить на 32. 32, значит, площадь квадрата – это квадрат стороны. 32 в квадрате. Ну, а 32 в квадрате, особенно те, кто хорошо знает информатику, нам дают 1024. То есть переход между килограмм в квадрате, мегабайтами, гигабайтами и так далее. Вот у нас 30 квадратов, смотрим, 32 в квадрате – 1024. То есть это получается 2 в десятой степени. 32 в квадрате – это 2 в десятой степени. Все, задача решена. Следующий номер 4. В номере 4 нам предлагается рассмотреть треугольник АВС. Треугольники АВС отмечены серединой М и Н сторон ВС и АС соответственно, то есть на стороне ВС точка М, на стороне АС точка Н. И так как нам сказано, что это будут середины, с вами покажем, что отрезок СМ и ВМ равны, и отрезок СН и отрезок АН тоже между собой равны. Дальше смотрим. Площадь треугольника СНМ у нас известный равнодушный. Нас просят найти площадь четырехугольника АВМН. Ну, для начала, ребят, посмотрим на первый способ решения задачи. Так как у нас задаются условия, что Н и М точки середины, СНО, значит НМ это не что иное, как средняя линия. Средняя линия треугольника АВС. А раз МН средней линии треугольника АВС, значит по теореме средняя линия будет параллельна основанию треугольника и будет равна половине этой стороны. Так, и половина АВ. Половина стороны АВ. А раз у нас с вами задается уже коэффициент подобия, мы с вами поговорим о подобных треугольниках. Первый треугольник СНМ и второй треугольник АВС. Почему эти треугольники будут подобны? Ну, для начала. Угол С общий. И дальше, например, мы с вами возьмем пару углов при вершине Н и при вершине А. Мы с вами получили при параллельных прямых АВ и НМ соответственные углы, которые будут равными. И это угол СНМ и угол. А так как у нас есть два равных угла одного треугольника, соответственно равным, двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Здесь напишем соответственные углы. при параллельных прямых М, Н и АВ и секущей и секущей в данном случае АС. Вот что у нас с вами получилось. Все треугольники подобны. А раз треугольники подобны, мы с вами видим коэффициент подобия, он будет равен 1 в 2. Раз коэффициент подобия есть, значит наша задача определить площадь треугольника АВС. у нас с вами берется сначала единичка в числителе, в знаменателе двойка. Затем, значит, мы с вами берем отношение площади малого треугольника СНМ площади большего треугольника, в данном случае АВС. Это будет по теореме квадрат коэффициента. Итак, представим. Площадь треугольника СНМ у нас известна. Это 2. Площадь треугольника АВС мы с вами не знаем. И так далее. Но зато знаем, это будет квадрат коэффициента подобия, то есть 1 в 2 в квадрате, получаем 1 в 4. Из последней пропорции находим площадь треугольника СНМ будет равно 2 на 4, 8. Теперь, зная площадь треугольника всего АВС, которая складывается из площадей малого треугольника СНМ и площади четырехугольника, мы с вами находим площадь как раз четырехугольника. АВМН. Для этого нам нужно из 8 вычесть 2, то есть из всей площади 8, вычесть маленький треугольник площадью равной 2 и получаем ответ 6. Это вот первый способ решения данной задачи. Мне, конечно, больше нравится второй способ решения задачи. Почему, ребят? Потому что во втором способе задачи я опять буду делить треугольник на часть. Вот посмотрите, какую предлагаю я ситуацию. По условию задачи. В треугольнике АВС отмечена середина сторон. Опять-таки, пункт называется СМ и БМ равны. СН и АН равны. Площадь треугольника СНМ равна 2. Вот здесь будет равно 2. Нас просят найти площадь четырехугольника АВМН. То есть вот это вот четырехугольник. Так, ну а теперь смотрю, что у меня получается. НМ средняя линия. Раз средняя линия. Значит, отрезок НМ будет параллелен отрезку АВМ на основании АВМ и будет равен половине этой стороны. МН будет равно 1 второй АВМН. А кто мне мешает сторону АВ разделить? Никто. Вот я задаю точку СНМ и показываю, что у меня отрезок В разделился на 2 одинаковые части. Теперь посмотрите, что я вам предлагаю. Я вам предлагаю все точки, которые являются серединами сторон, соединить. То есть делаю вывод. У меня получается отрезок КМ средней линии треугольника АВС и который будет параллельно основанию АС. Раз параллельно основанию АС, значит КМ – это половина стороны АС. КМ равно Н равно АС. Дальше. Я рассмотрю ситуацию, что НК – это тоже средняя линия треугольника АВС, но будет параллельно уже основанию ВС. ВС у меня разделен пополам и обозначен одним штрихом, значит НК будет тоже обозначен одним штрихом. Но естественно, НМ я здесь не указала, показывает пример штриха. У меня получилось три треугольника, вернее, у меня получилось четыре треугольника, которые между собой равны по трём сторонам. Первый треугольник, второй, третий и четвёртый. Раз все треугольники равны, значит и площади этих треугольников тоже будут одинаковы. Площадь треугольника СНМ равна 2. Значит, делаем вывод, чтобы найти площадь четырёх угольников АННМБ. Для этого нам нужно взять три таких площади треугольника. Вот у нас получается. Первый треугольник, второй, третий. И все три треугольника будут иметь площадь такой же, как у треугольника СНМ. СНМ. То есть нам нужно 2 умножить на 3. Получаем 6. Тот же самый ответ. Так, ну и последняя задача на сегодняшнее занятие. Она у нас будет из каталога. Задача номер 17. Последняя пятая задача. Нам предлагается задача вида. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 10. Основание равно 10 корней из 2 плюс корень из 2 а угол, лежащий напротив основания равен 135 градусов. Найдите площадь треугольника, делённую на корень из 2. Теперь посмотрим на ситуацию, которая на предметах. Для начала обращаем внимание, что в треугольнике, пусть это будет МВС, в равнобедренном углу и при основании рунны. Дальше смотрим. Боковая сторона равна 10. Основание – 10 корней из 2 плюс корень из 2. Угол, лежащий напротив основания, то есть угол при вершине В, 135 градусов. Нас просят найти площадь треугольника, которая делится на корень из 2. Нас нас просят найти площадь треугольника. И у нас есть две стороны и угол между ними, то мы можем воспользоваться формулой произведения, площадь треугольника, половина произведения двух сторон на синус угла между ними. Значит, что мы с вами получаем? Мы с вами получаем половину произведения двух сторон В и ВС на синус 135 градусов. Равно. Одно второе мы умножаем на 10, умножаем на 10, а синус 135 градусов у нас с вами получается для формулы приведения, которую мы будем через свои восьмой классе, 180 минус 45. Получаем здесь 10 по 5, 5 умножаем на 10, 50, ну а синус 180 минус 45, получаем синус 45 градусов. Формула приведения у нас с вами равна. Так, синус 45 градусов, мы с вами знаем корень из 2. Подставляем данное значение. Получаем 50 умножить на корень из 2. 50 пополам 25, корней из 2 остается. Нас просят найти площадь треугольника, деленную на корень из 2. Значит, 25 корней из 2 мы должны разделить на корень из 2 и в ответ записать только число 25. На этом работа будет завершена. Поэтому то, что нас пугает данным значением, ребят, по сути, это нам и не нужно. Это нас просто решили запугать. Все, на этом наше занятие завершено. Мы с вами продолжим подготовку к ОГЭ по тему геометрии. Первой и второй части на следующей занятии, то есть в субботу. Всего вам доброго, ребята. До свидания.